Телеканал КРТ представляет Когда двое бьются за нефть, тот факт, что третий совсем не обязательно этому радует Свой вариант третьего не радующегося назвало издание The American Conservative 17 марта в аналитическом материале под названием Россия наносит ответный удар по больному месту американской нефти Автор Скотт Риттер пишет На первый взгляд этот конфликт представляет собой борьбу между двумя крупнейшими производителями нефти За долю на нефтяном рынке Возможно, именно это и стало основным мотивом Саудовской Аравии Которая резко отреагировала на отказ России сократить уровень добычи Между тем, мотивы России кажутся совершенно иными Ее мишень не Саудовская Аравия, а скорее американская сланцевая нефть Конец цитаты При этом автор считает, что, цитата «Если цель спровоцированной России ценовой войны заключалась в том, чтобы заставить американские нефтяные компании разделить боль, она уже достигнут» Такая же война, инициированная Саудовской Аравией в 2014 году с целью подавить производство американской сланцевой нефти Не привела к желаемому результату, но только потому, что инвесторы были готовы поддержать производителей сланцевой нефти Предоставив им огромные займы и вливание капитала «Чтобы добыча сланцевой нефти, в которой применяется такой дорогостоящий метод, как гидроразрыв пласта, была экономически выгодной, цена за баррель нефти должна колебаться в рамках между 40 и 60 долларами за баррель» Именно такие рамки Саудовская Аравия надеялась сохранить, когда она предлагала России еще больше сократить добычу, но что Россия ответила отказом Конец цитаты Зафиксируем логику автора В рамках соглашения ОПЕК+, Саудовская Аравия действовала не только в собственных интересах, но и в интересах американских производителей сланцевой нефти А Россия, отказавшись от дальнейшего сокращения добычи, в первую очередь нанесла ущерб американским сланцевикам, которые сегодня находятся в менее выгодном положении, нежели 5-6 лет назад Цитата Производители сланцевой нефти, обремененные огромными долгами и высокими производственными расходами, серьезно пострадают в случае продолжительной ценовой войны на нефтяном рынке Уже сейчас, поскольку стоимость барреля нефти составляет около 35 долларов, начались разговоры о банкротстве и массовых временных увольнениях Все это не сулит Трампу ничего хорошего на предстоящих выборах Конец цитаты Однако, как мы знаем, даже самое логичное построение необходимо проверять на соответствие имеющимся фактам А в данном случае, уже на момент написания автором статьи в American Conservative существовали факты, противоречащие сделанным им выводам Итак, вопреки тезису о том, что ценовую войну против американских производителей сланцевой нефти развязала Россия, представители американских сланцевиков решили нанести удар не по Москве, а по Эр-Риаду Один из ключевых сланцевых баронов, основатель компании Continental Resources, миллиардер Хэральд Хам Заявил о намерении отправить в Министерство торговли США иск с обвинением Саудовской Аравии в незаконном демпинге нефти на мировых рынках Дело в том, что в дополнение к объявлению о резком увеличении добычи нефти и вызванному этим обвалу цен, Эр-Риад объявил о снижении цены барреля на 6-7 долларов для европейских и азиатских покупателей Саудитов поддержали Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Кувейт, тоже объявившие о резком росте добычи и снижении цен Формально это является ответом на несговорчивость России, но фактически главным пострадавшим являются американские сланцевики, резко увеличившие свою долю за время действия сделки ОПЕК-плюс Харальд Хам сообщил агентству Bloomberg, что намерен начать вместе с Альянсом производителей энергоресурсов США расследование противоправных действий Саудовской Аравии Кроме того, Харальд Хам привел оценку экспертов, согласно которой при цене на нефть в 30 долларов за баррель только 5 американских сланцевых компаний могут работать без убытков Остальным придется сворачивать производство или закрыться Харальд Хам является неформальным советником Дональда Трампа по энергетическим вопросам И потому он особо подчеркнул, что не советовался с президентом по вопросу расследования демпинга в отношении саудовской нефти Однако в ситуации, когда Трамп благоволит наследному принцу Мохаммеду Билл Салману и прощает ему мелкие шалости типа убийства оппозиционного журналиста Его энергетический советник может вполне удачно сыграть роль злого полицейского При этом сам господин Хам заявил, что если Министерство торговли признает Саудовскую Аравию виновной в демпинге, то можно будет ввести пошлины на все саудовские товары и сырье, импортируемые штатами Цитата, это будет хорошая радикальная мера и ее следует выполнить Конец цитаты Впрочем, сам Дональд Трамп спасает сланцевую отрасль иным способом Выкупая у сланцевиков нефть в стратегические нефтяные резервы Мы собираемся наполнить их до самого верха, заявил президент США, а министр энергетики во исполнение президентского решения издал распоряжение, согласно которому закупка начинается незамедлительно Ведущий эксперт по энергетике агентства Bloomberg Жавье Блас перевел это в конкретные цифры В стратегических нефтяных резервах на момент президентского решения находилось 634 миллиона баррелей нефти Полная мощность хранилищ составляет 714 миллионов баррелей Итого, правительство купит 80 миллионов баррелей или по 450 тысяч баррелей в сутки в течение полугода Это обойдется бюджету Соединенных Штатов в 2,6 миллиардов долларов Однако, вслед за сухими расчетами, господин Блас сделал весьма интересное замечание Цитата По иронии, всего лишь несколько дней назад американское правительство продавало нефть из резерва, чтобы покрыть затраты бюджета Теперь же американские сланцевики извлекут нефть из недр только для того, чтобы дядя Сэм закачал ее обратно под землю и потратил на это миллиарды долларов налогоплательщик Однако, это еще не все странности героической драмы под названием «Дональд Трамп спасает американскую сланцевую отрасль» Американский энергетический аналитик Джастин Якобс считает, что решение президента никак не поможет сланцевой добыче Прежде всего, ввиду небольшого объема закупки по сравнению с потерянным спросом Ну и на десерт, цитата К тому же, я не могу понять, как выкуп нефти по цене ниже себестоимости добычи может помочь Просто уважаемый американский эксперт не знает анекдота про то, как молодой человек спас девушку от изнасилования, уговорив ее Точно так же и Дональд Федорович спасает сланцевиков от убытков, покупая их нефть ниже себестоимости Дональд Федорович спасает вел明ушката Редактор субтитров 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 А.Семкин